Здравствуйте дорогие друзья! По вашей просьбе мы сегодня будем изготавливать муху. Но я не зря перед вами держу осу, которую я уже выкладывал в фильм. Принцип построения тела и изготовления практически одинаковый. Поэтому мы в основном будем опираться на то, как у нас, допустим, техника изготовления осы и немножечко ее применим для изготовления мухи. У меня есть этот фильм, но так как вы попросили изготовить вам новый, значит будем изготавливать новый. Значит крючок я беру Тимка 200Р. Или же можно использовать крючки по своей структуре, хоппер, как их называют. Поэтому вы уже сами для себя определитесь. Вот у меня имеется фирмы Страйк, это не реклама. Вот такие всевозможные, начиная там, выберите для себя сами, кто у нас на Украине проживает. Другие могут использовать вот аналогичный вот такой изгиб. Если у вас, допустим, такого крючка нет, вы приспокойненько можете использовать и крючки фирмы Гамакатсу. Тоже может быть практически, вот подберете для себя вот Элэска, достаточно хорошо подходит со своим загибом. Также можно использовать, вот я вам покажу, F11, 6, 8, любой, который вы подберете по своей величине. Крючок такая будет у вас и муха. Главное, чтобы слегка было удлиненное совье. Теперь, что касается материалов. Материалы здесь есть специфические. В каком смысле специфические? Вот смотрите, мы использовать будем поверху вот такой материал. Он может быть как вот такой цельный лист, который не порезанный, вы можете вырезать для себя ширину фирмы. Производят разные, но называется вот он сам по себе вот такой. Или же, как вы видите, уже порезанный на вот такие полоски с разным оттенком. Предупреждаю вас, оттенок есть разный. Поэтому подберите, чтобы был конкретно зеленый под муху, под жука. Ну и понятное дело, нам понадобится, вот я из отходов пенки сделал вот такой своеобразный брусок, в котором уже, как вы сможете заметить, я подготовил прорез для того, чтобы можно было вот нам вот так одеть и уже как у нашей же осы закрепить этот материал. Но крепить мы с вами не будем и обматывать как у осы, поэтому здесь в процессе мы все с вами обговорим. И нам, естественно, понадобится нить. Нить здесь не принципиально в начале, но желательно, чтобы она была достаточно крепкая и имела оттенок или же коричневый, черный, зеленый, бордовый. Любой тот, который бы не проявился потом по нашему телу. Ну и понятное дело, я изготовил вот такие вот глазки. И, значит, ставлю вас сразу в известность, друзья мои. Это не обязательно, это попросил у меня друг для ребенка. И я использовал вот такой вот лак, который светоотражающий, для того, чтобы было приятно ребенку смотреть на это изделие. Поэтому, если они у вас будут просто белые, или же обыкновенно просто обозначить, и это уже не имеет значения. На уловистость, скажу вам сразу, это не влияет. И понадобится нам с вами перо. Перо необходимо, чтобы было вот с хорошей вот такой тоненькой стекловидностью. И желательно, чтобы бородки были гораздо, полтора-два раза шире. Вот нашего, я вот так вам переверну, чтобы было видно загиба. Для чего? Чтобы можно было спокойно потом нам подготовить те лапки, которые мы будем делать. Вернее, имитацию лапок. Ну и, понятное дело, нам понадобится леска. Сами лапки делать мы не будем, так как эта мушка будет являться у нас конкретно для рыбалки, и нам нужна очень хорошая плавучесть. Я беру клей. Тоже не принципиально. Клей может быть любой, который и секундный, и момент. Все, что у вас имеется. И слегка, вот так, по всему цевью я наношу. Чтобы создать ту подложку, которая не будет у нас потом прокручиваться. Будет хорошо держать все наши элементы, которые мы с вами будем крепить. Теперь, задавали мне вопрос Ивано, и Сергей, и другие мои друзья. Вот я беру просто кусочек вот нити и завожу за крючок. После этого, вот, делаю вот такое движение, и у меня уже нить, удерживая вот так, начинают двигаться теперь. Два, три, четыре. Почему я не отрезаю сразу? Потому что более однородное, нормальное тело получается. И небольшими вот такими спиралевидными. Не обязательно очень плотно виток к витку, но стараюсь так, чтобы у меня уже не было бугорков. Это очень-очень-очень важно. Самый важный момент. Нам для того, чтобы хорошо и качественно закрепить вот все наши материалы, мы должны, вот, район, там, где будем крепить пенку, нашу пленочку, которая люминесцентная, светоотражающая и прочее. Она у нас хороший пластик, поэтому желательно ее нам здесь сделать, ту подложечку, чтобы хорошо держался наш материал. Берем нашу леску. Но, что касается нашей лески. Вот от того, как мы и где закрепим леску, будет удобно выполнять сегментацию тела, продавливать вот нашу пеночку или нет. Поэтому, мы сейчас, давайте подготовим пленку, которая нам нужна. Вот я отрезал несколько вот таких вот кусочков, которые мне понадобятся для изготовления. Но я, можно, один цельный, вот, как я обычно иногда складываю петлю и креплю, но так вышло, что у меня есть два кусочка, и я эти два кусочка складывать, сложить мы должны и закрепить вот под небольшим вот таким углом, чтобы хорошо мы огибающе могли подхватить потом нашу пенку. Как вы видите, вот мы закрепили, вы видите, вот у нас разведены, как бы под небольшим углом относительно друг друга, наша пеночка, вернее пленочка, я наношу совсем немножечко клея, опять по всей длине цевья. Значит, и нам понадобится или же павлин, я обычно использую павлин, так как это более приемлемо, или же можете использовать, вот имеются всевозможные вот такие вот давинги для создания тела, которые будут у нас просвечиваться снизу под нашей мухой. Ну, я возьму, подберу здесь три таких перышка, которые более-менее в наборе, жирненькие, хорошие, с хорошей опушкой. Плохие перья не берите, друзья мои. Сразу подбирайте себе то перо, которое вам необходимо. Подравниваю кончики, как всегда повторюсь, держу в одной точке и беру вот за края. Раз, и как вы видите, они бы оторвались у нас, как только бы начали мы с вами обматывать наше тело. Возвращаю нить к месту, где у меня должно закончиться тело, и начинаю подхватывать слегка вот так моё перышко. И стараемся так, чтобы у нас не было скомканности материалов, но и в то же время, чтобы материал был более-менее качественно закреплён. Аккуратно, не создавая уже бугорков, удерживаем материал, движемся уже теперь там, где мы должны начать формировать наше тело. дошли вот до этой точки. Теперь смотрите, я беру вот эту нить, вместе с этим пером я оставляю. Мы здесь будем крепить материал. Возьму другую нить, которая вот у меня также соответствующего, оттенка тёмного, закреплю, как всегда. И нам необходимо теперь закрепить леску, так как леской мы будем сегментировать тело. И кто умеет и пользуется, допустим, обвязкой, так как используют это вязальщики для изготовления колбасных изделий, можно спокойно использовать этот принцип при изготовлении и сегментировании тела, когда продавливать будем. Теперь смотрите, я не дохожу. Приблизительно, ну вот, пару, буквально один-полтора миллиметра, оставляю леску, не трогаю. Проволока нам не годится, так как, вы сами понимаете, она у нас даст дополнительный вес. И для более качественного, теперь уже закрепления нашего пера, я ещё немножко без лишнего фанатизма промажу клеем. В какую сторону теперь мы будем производить обмотку, не имеет значения. уводим нашу леску, то есть мы сразу задаём ей то место, где мы будем уже с вами, видите, вот уже у меня оторвался, поэтому я убираю, будем пытаться теперь изготовить двумя. и выполним обмотку уже по всему, буквально телу, две трети всей длины. вот мы с вами выполнили вот такую обмотку, вполне достаточно, нам хватило этих двух пёрышек, чтобы выполнить качественно. теперь я беру для того, чтобы не прокручивалось моё тело, немножко клей, и стараюсь этот клей вот в ту прорезь, которую мы с вами изготовили, занести. Не на всю глубину, а только-только лишь вот в начале. И обязательно стараемся уже, так чтобы не было много, промазать слегка кончик. Значит, теперь что я вам могу сказать? Вот эта нить, вот которая у нас передняя, мы её уже можем с вами сделать завершающий узел, и спокойненько пока удалить. Она нам будет только мешать. Вымеряем обязательно вот то место, и поставим сразу-сразу с небольшим наклоном крючок в удобное для нас положение. стараемся уложить в то место, где мы с вами должны уже его закрепить. Теперь берём аккуратненько нашу нить и стараемся уже быть немножко левшой. И вот здесь должны подхватить хотя бы пару-троечку раз вот здесь нашу пенку. как вы видите, как вы видите, этого вполне достаточно, но не совсем. Теперь что мы с вами делаем? Я беру, опять промазываю хорошо место крепления здесь и проматываю ниткой, делаю завершающий узел, но так как мы будем этой же ниткой работать, поэтому я здесь только лишь вот закрепляю хорошо пенку и вот таким вот движением вывожу к месту, где мне надо будет крепить моё тело. Опять поставим крючок в удобное положение. Теперь уже окончательно выберем, какая величина должна быть нашего тела. Не с одного раза, а вот буквально со второго, с третьего оборота мы начинаем подтягивать нашу пенку. Следим за тем, чтобы вот наше тело, как вы видите, было симметричным и никуда не сворачивало. Снизу, вы видите, у нас остался, будет блестеть наш материал. Это достаточно хорошо то, что я и планировал. Теперь нам не нужно вот то скопление материалов, которое имеется здесь у грудки. Я это всё аккуратненько стараюсь даже вплоть до того, чтобы вот это лишнее немножечко срезать, срезать, так как будет очень тяжело нам работать. Чтобы было удобно в дальнейшем работать, я обязательно беру и всегда промазываю нить. Тогда у нас не скользит, потому что и пенка сама по себе, и плёнка, и всё, оно является уже у нас скользким материалом. провожу буквально по месту крепления, пару раз подтягиваю, и теперь уже окончательно я подхвачу нашу пенку. Не старайтесь сразу её сильно закрепить, это не нужно. Ну, вот вышла такая, как абракадаброчка такая, не совсем вроде бы и симпатичная, но в то же время она правильная, чтобы вы это знали. Теперь дальше у нас с вами возникает вопрос, как более аккуратно, теперь мы не мажем клеем, но как более аккуратненько вот нам бы уложить, как вы видите, я специально вот сделал, чтобы она вот так огибала и слева неровно, и справа, но с расчётом того, что у нас мы с вами изначально задали два угла разных, вот я вам покажу, я захватываю хорошо и сбоку, и у меня достаточно есть места и сверху. Поэтому, чтобы мне было более удобно работать, я для себя определюсь, какой у меня будет кусочек крепиться первым, а какой вторым. Понятное дело, тот, который последний, он будет идти у меня первым. И после этого только лишь, без лишнего фанатизма, старайтесь обязательно проверить клей, чтобы он не проявлялся потом на материале. Я беру и промазываю уже тело нашей будущей мухи. Это достаточно хорошо спасёт от крепких зубов хариуса. да и головля тоже. Теперь, мы с вами аккуратно прикладываем плёнку, следим за тем, чтобы она у нас равномерно ложилась. И, я совсем-совсем вот так не тянем её, потому что сама по себе плёнка, она достаточно быстро рвётся. и поэтому, если мы будем чрезмерные усилия прикладывать, можем испортить то, что мы уже с вами начали, подхватили. Теперь, мне для того, чтобы дальше было удобно работать и ничего не мешало, я беру, буквально немножечко наношу клей на нить и уже подхватываю тот материал, который мы с вами закрепили. Нам необходимо теперь немножко подождать, чтобы наш материал подхватился, удалим всё лишнее и потом продолжим с вами дальше сегментировать и изготавливать нашу муху. У нас хорошо подхватился материал, который мы подклеили. Я закрепил глазки. Особенность крепления это так, чтобы мы оставили здесь несколько больше места, для того, чтобы можно было нам закрепить с перегибом пенку и создать такую пышную хорошую голову. Как таково у нашей мухи, как вы понимаете, нет явно выраженной большой такой жирной хорошей грудки, поэтому это не оса, переходы здесь нам такие не нужны. Теперь, как я вам и говорил, мы берём нашу леску, удерживаем наш материал, чтобы его не надломило и уже более качественно начинаем выбирать тот шаг, с помощью которого мы создадим имитацию нашей мухи и продавливаем. Значит, форму вы уже подберёте для себя сами, какая, допустим, вам будет она или жирнее, или, допустим, более каплевидная, продолговатая. Ну, всё зависит от того, для каких рыбалок вы её изготавливаете. учитывая то, что у меня конкретно было сказано для какой рыбалки, я стараюсь сейчас подхватим с вами кусочек лески, чтобы он не убежал у нас, удерживаем обязательно всё это в натяжку, и вот я теперь уже перехожу к месту, там, где мы будем с вами крепить крылышки, и стараюсь уже выполнить достаточно много оборотов нашей леской, ставим её в замок и уже подхватываем нашей ниткой, учитывая то, что и то полимер, и то полимер, они достаточно скользкие, двойной замочек, не страшно, что мы здесь с вами намотаем, так как мы всё равно дадим плавучесть нашему телу, теперь уже удаляем все остатки нашей лески, и обязательно вот место крепления мы должны промазать нашим клеем, и я для того, чтобы вот уже более качественно крепить наши крылышки, вот вышло у нас вот такое сегментированное тело, его камера может и не совсем так нормально передают, но вот заметно вот так будет более заметно, что хорошая нормальная сегментация, я беру совсем немножечко черного даббинга, но возьму с небольшим вот таким вот оттенком, наношу его на нить, прокручиваю, подвожу к месту, и вот здесь уже я наклей, стараюсь его вот так аккуратненько посадить, это мы с вами подготавливаем теперь место для крепления крылышек, и мы с вами должны уже закрепить нашу пенку, немножко наносим опять капельку буквально клея на место крепления пенки, которой будем с вами делать голову и все остальное формировать, значит желательно конечно чтобы ширина ее не была достаточно большой, но и в то же время чтобы можно было хорошо и качественно нам закрыть нашу грудку и дать возможность нашим крылышкам не смяться, вот приблизительно вот так достаточно, ну теперь подготовим крылышки, для крылышек я обычно использую вот имеется вот такие всевозможные скальпы, не гоняйте специально конкретно вот то, что я вам показываю, потому что скальпы китайских этих петушков и курочек бывают всевозможные то есть любое может подойти перышком у меня просто был такой такая просьба моего друга я подобрал с левой и с правой стороны вот такие два крылышка я буду делать изначально не совсем пропорционально так как крылышки будут несколько длиннее у меня основного моего тела они должны у меня находиться по бокам вот как вы видите и понятное дело идти назад вымеряем длину которая мне нужна удерживаем наше перышко и накидной притяжной вот такой петелькой мы с вами крепим если вот как в моем варианте у меня вы видите длина разная я беру перодержатель и уже им подравниваю ту длину которая мне нужна вот так выставляем складываем проверяем длину крылышек приблизительно вот так и мы с вами при теперь уже креплении окончательном пера уже зададим ту то направление которое нам нужно вот вы видите вот так приблизительно они потом станут вот так вдоль нашего тела теперь я опять нанесу буквально капельку клея на место крепления так как наши перышки будут подвержены интенсивной тоже атаке зубов рыбы закрепим и здесь же сразу мы с вами должны закрепить перо о котором я вам говорил вот такое должно быть хорошая черненькая стекловидная перышка для имитации наших лапок подождали пока подхватился наш материал я опять же беру вот наш дабинг немножечко я промажу вощиной нашу нить и постараемся теперь чтобы не было скучности материала сделать небольшую вот такую насколько мы сможем тоненькую нашу дабинговую нить этот материал плавающий поэтому здесь если у вас есть возможность пожалуйста используйте антрон можно использовать здесь также перо CDC любой материал который повысит плавучесть приветствуется вот в этом моменте как мы уже теперь уже догадались с вами формируем саму же грудку голову и будем уже заканчивать нашу мушку конечно долгоиграющая но она сама этого стоит симпатичная красивая и достаточно хорошо ловит рыбу вот такими набросали дабина теперь подкрутили и обязательно вернуться по месту обмотки до самых глазок возле глазок мы не делаем скучности материалов так как здесь у нас будет переход нашей пенки и оставили в районе глазок как вы видите вот у нас уже крылышки стали так как положено мы подтянули дабингом его примеряем теперь нашу пенку все у нас вот так как вы видите устраивает голова есть теперь самый важный момент с количеством оборотов значит здесь можно выполнить два можно три можно четыре все будет зависеть только лишь от того пера которое вы используете я делаю вначале один полный оборот и после этого вот таким вот шагом делаю здесь еще второй оборот не дохожу до глазок так как потом мне это перо будет мешать в работе делаю три оборота этого для моей вот такой вот величины мушки будет вполне достаточно закрепим перо уже окончательно и его удалим как вы видите я здесь не делаю очень много оборотов так как верхнюю часть пенки мы с вами промажем клеем и у нас перышко наше ну никуда уже оно не денется теперь чтобы не было лишних материалов я слегка увлажняю вот все что у меня в районе глазок и увожу это все слегка назад аккуратненько чтобы не повредить материал я перевожу нить и теперь уже здесь стараюсь хорошо вот так промотать все чтобы материал у меня не там прошился если попадется потом можно спокойненько зажигалочка это все обрезать есть берем опять наш с вами клей без лишнего фанатизма ровно столько сколько необходимо наносим на нашу пеночку и обязательно чуть-чуть там где наше колечко опять же я беру отвожу вот так вот в сторону бородки пера чтобы они мне не мешали и не лезли на мои глазки и сперва креплю там где у меня формируется голова вот так буквально один-два оборота сильно не усердствуем перевожу мою пеночку колечку и здесь здесь уже я два-три-четыре сколько мне нужно потому что здесь мы уже окончательно закрепим и возвращаться мы сюда уже не будем опять же район глазок промажем клеем и переломим нашу пенку уже назад здесь еще раз промотаем возле колечка лишний материал мы с вами удалим и уже здесь окончательно как вы видите хорошо продавливаем в натяжку держим пенку натягиваем опять нашу пенку и отрезаем только после этого и делаем уже завершающий узел на этом у нас пока работа заканчивается переходим к другой работе это называется привести нашу мушку уже к более симпатичному виду скажу вам сразу что вот в таком варианте как она имеется можно нанести буквально там капельку клея лака на нить и уже можно спокойно ловить рыбу этого будет вполне достаточно но мы с вами должны взять черный маркер который достаточно хорошо красит и должны предварительно вот нашу спинку район головы прокрасить это это нам даст возможность достаточно хороший потом получить оттенок когда мы нанесем наш черный лак как вы видите уже почти готово нам остается только лишь убрать вот эти волоски которые мешают излишки подождать пока впитается наш краситель с маркера и теперь я вам покажу вот один момент как вы видите вот у меня загиб и вот величина моих перышек то есть практически можно и не подстригать если у вас будет значительно больше в два раза можно спокойно потом вот в таком положении дождаться поставить параллельно ножницы и подрезать сколько вам необходимо я в данный момент этого делать не буду так как мне необходимо изготовить вот такую конкретную мушку поэтому вариантов как вы для себя будете ее оккультуривать больше чем достаточно вот я поудалял аккуратненько все то что мне мешает и как я уже неоднократно вам рассказывал можно вот спокойно слегка опять увлажнив мы все я все увожу что мне мешает потому что это все будет потом и зажигалочкой вот такими вот движениями мы удаляем все что нам мешает все вот она симпатичная у нас вышла теперь друзья мои вскроем немножко лаком и приведем ее уже к тому виду который она должна иметь вот друзья мои мы с вами изготовили вот такую хорошенькую приманочку которая достаточно хорошо работает практически по любой белой рыбе поэтому я честно вам сказал что нельзя брать достаточно маленький крючок так как будет очень много той рыбы которая нам не нужна вот и все если у вас какие-то имеются вопросы пожалуйста задавайте я отвечу благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч